Итак, всем привет, друзья! С вами Влад Широков, это мой видеооблог. Как только люди поймут, что ценности и взгляды человека формируются средой, манипулировать ими станет намного сложнее. Когда кто-то болеет и при смерти, некоторые говорят, это гнев Господень. Их болезнь – это их карма, или же это их кара. Но исследователь или ученый скажет, карма – туфта, вероятно, рядом болото с малярийными комарами, крысы или еще что-то. Или же из-за непрерывного земледелия почва истощилась и в ней мало железа и марганца, и мозг этих людей повредился из-за нарушения в питании, а не из-за кармы, которая есть абсолютный фашистский бред. Причина в том, что люди не ставят перед собой задачу «давайте сделаем мир лучше», а вместо этого падают на колени и вопрошают «Господи, дай нам больше не знать войн!» Позволь всем людям стать братьями, а нашим соседям миролюбивыми и дружелюбными. Что ж это вы должны стать миролюбивыми и дружелюбными и препятствовать военным настроениям? Вот этим должна заниматься религия. Если технология не освобождает людей от рутины, чтобы они могли преследовать более высокие цели человечества, тогда весь технический прогресс бессмыслен. Люди будущего, возможно, будут воспринимать наш этап развития цивилизации как эпоху интеллектуальной и экономической несостоятельности. Им будет трудно понять, почему мы воспринимали агрессию и конкуренцию как норму. В прежние времена говорили, жаль, что в мире никогда ничего не происходит по пастырским проповедям. Но, может быть, придет еще время, пожалуй, благодаря философии, когда можно будет сказать, к счастью, в мире никогда ничего не происходит по пастырским проповедям, ибо в жизни есть хоть какой-то смысл, а в его проповедях совсем никакого. Женишься – будешь жалеть, и не женишься – будешь жалеть. Так что женись, не женись, а жалеть будешь в любом случае. В любом случае все равно будешь жалеть. Посмеешься ли над глупостью этого мира – будешь жалеть. Поплачешь ли над ней – тоже будешь жалеть. Так что плачь или смейся – жалеть будешь в любом случае. в любом случае все равно будешь жалеть повесишься будешь жалеть не повесишься тоже будешь жалеть так что вешайся не вешайся жалеть будешь в любом случае в любом случае все равно будешь жалеть вот господа в чем заключается жизненная мудрость заключается не заключается все равно будешь об этом жалеть нет более прекрасного времени в жизни чем самые первые дни любви когда с каждой встречи взглядом и надеждой что-то новое и радостное поселяется в твоей душе. Люди никогда не пользуются свободой, которая у них есть, но требуют той, которой у них нет. Халид бин Валид сказал, если бы я женился на красивой женщине, которую я люблю, или если бы я получил хорошие новости о рождении сына, это менее дорого для моего сердца, чем находиться в холодную ледяную ночь в армии, ожидая встретить врага следующим утром. Глядя на лошадиные морды и лица людей на безбрежный живой поток, поднятый моей волей и мчащийся в никуда по багровой закатной степи, я часто думаю, где я в этом потоке. В жизни каждого человека есть два великих дня, день, когда он родился и день, когда он понял для чего. Любящий многих знает женщин, любящий одну познает любовь. Я не боюсь, когда плохие люди кричат, но мне становится очень страшно, когда хорошие молчат. Люди в тысячу раз больше очут о нажавии себе богатства, нежели об образовании своего ума и сердца, хотя для нашего счастья то, что есть в человеке, несомненно важнее того, что есть у человека. Люди могут быть на самом деле свободными, только если они по-настоящему образованы. Когда мне было семь лет, я поведал моему папе, что хочу иметь дом, как у Майкла Джексона. И тогда он сказал мне, что мечты остаются мечтами. Это привилегия богатых людей. Я вырос и теперь моя мечта сбылась. Жаль, что этого не видит мой отец. Смотря на каждую утреннюю зарю, как на начало твоей жизни и на каждый закат солнца, как на конец ее, пусть каждая из этих кратких жизней будет отмечена каким-нибудь добрым поступком, какой-нибудь победой над собой или приобретенным знанием. Величайший трус – это мужчина, который пробуждает любовь женщины без намерения любить ее. Многие стараются прожить жизнь других людей, их мысли, чужие мнения, их жизни, мимикрия, их страсть – цитаты. Умение цитировать хорошо скрывает отсутствие собственных идей. Тот, кто недостаточно смел, чтобы рисковать, ничего не добьется в жизни.